Приветствую вас. Итак, вопрос связан с тем, что автор познакомился с мужчиной, с которым ей поначалу было неинтересно, скучно. Вот, потом они начали проводить время вместе. Он стал уделять ей внимание, склонял ее к интиму. Вот, она согласилась. И со временем у нее появились к нему чувства. Но мужчина в первое их совместное времяпровождение интимно признается ей, что мечтает о детях от молодой девушки. Мужчина 41 год, он садительствует с одной женщиной 37 лет и мечтает о детях от другой, от 25. Автор вопроса, который 43 года и который находится в разводе с своим мужем. Эту новость проглотила, как она пишет. Вот, и соответственно, они условились, что интим у них только в месте, куда они поехали, не в ее городе. По приезду мужчина продолжал оказывать ей знаки внимания. У автора вопроса появились чувства к нему. И, соответственно, она прекрасно понимает, что интерес у мужчины к ней чисто физиологический. Ну вот, она ревнует, страдает, переживает, что он сожительствует с одной, хочет детей от другой. И спрашивает совета, как эту ситуацию отпустить, уйти с работы она не может, потому что город маленький. Вот, но она страдает, ревнует и так далее. Советов мы вам не дадим, потому что психологи не дают советов. Я бы сказал, что у вас прослеживается, во-первых, жертвенная позиция. То есть, если вам что-то не нравится, если вам от чего-то плохо, то нужно принимать решение и действовать. Даже если это в определенной степени риск, даже если это в определенной степени ухудшит вашу жизнь. То, что происходит сейчас, вам вредит непосредственно. Ревность и то, что чувства у вас возникли в ответ на знаки внимания мужчины, говорит о том, что вы нуждаетесь в любви. То есть, вы как бы, у вас занижена самооценка и вы не очень сильно себя любите и как бы вот, в какой-то степени себя обесцениваете. Вот. Несколько раз вы повторяете, что не устояло. Вот. Это внутренний конфликт. Не хочу, но не устояло. Мне кажется, что поскольку ваши чувства возникли на знаке внимания мужчины, с которым вам изначально было скучно, то вам нравится и вы нуждаетесь в этом состоянии, в ощущении себя женщиной, в ощущении себя любимой и так далее. То есть, вот с этим состоянием, точнее, с культивированием, с возрождением этого состояния в вас, независимо от того, с кем вы находитесь, и нужно работать. То есть, здесь, в принципе, неверно поставлен вопрос. Не совет вам нужно так, а что я хочу в себе изменить, как я хочу поменяться. Вот. Если вы у меня все готовы, вот, например, работать с причинами развода, нужно прожить драму развода, вот, и в целом научиться более ценностно к себе относиться, то минусы просим на психотерапию, я думаю, что вам поможет любой специалист. Советы и как правильно себя вести в этой ситуации абсолютно бессмысленно, вот, ну, помимо того, что мы их не даем. А вам это абсолютно ничего не даст. Вот. То есть, ваша ситуация, это запрос на индивидуальную работу. И тогда будет эффект, тогда будет результат. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok